В рамках вторых европейских игр 144 лучших самбиста Европы разыграли 18 комплектов наград. Накануне на ковре в столичном дворце спорта сражались за чемпионские звания и два наших земляка Владислав Бурть и Андрей Козусенок. Андрей Козусенок, заслуженный мастер спорта Беларуси, не раз становился чемпионом Европы и мира. На этих Евроиграх опытный спортсмен преодолел предварительные раунды и уже в финале встретился с Сергеем Рябовым. В решающем поединке победа досталась представителю России, но обопручанин положил в копилку сборной серебряную медаль. За нашего земляка болели без привлечения все родные. Поддерживала, выкрикивала, желала ему, конечно, побольше удачи, но как получилось. Зал весь громахал, мы тоже кричали. Горжусь, он уже много лет в спорте. Второй представитель Бобруйского Владислав Бурть принес Беларуси бронзовую медаль. В первой схватке спортсмен проиграл извечному сопернику из Азербайджана. В поединке за третье место Владислав одолел представителя Турции Эмре Челяка. Переживали, в любом случае переживали, потому что мало того, что я являюсь первым тренером, но еще и отцом, поэтому тут вдвойне эмоции захлестывали, и родственники звонили, и вопросы задавали, и как. Тяжело было, но как-то справились. Оба спортсмена, воспитанники Бобруйской детско-юношеской школы «Спартак-2006». Именно в стенах спорткомплекса самбисты впервые выходили на ковер и постигали азы единоборства. Эмоции, весь зал болел. Болельщики очень поддерживали. Каждого фактически участника. За Андреем мне казалось, что вообще весь зал переживал. Отдали очень много сил спортсменам. Я думаю, что они отработали на все сто. Две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. В каждой весовой категории наши самбисты всходили на пьедестал. Впереди еще шесть горячих соревновательных дней, где атлеты будут выкладываться по полной. Болеем за Беларусь. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.